Всем привет, друзья! С вами Пётр Зинюк и это канал Ремонт Рено. И сегодня у нас часть про антифриз, про охлаждающие жидкости. Я расскажу в первой части ролика немного теории, прям совсем чуть-чуть, и только прям по делу, чтобы вы знали, как правильно он классифицируется, и чтобы вы были на порядок компетентнее в этом вопросе. А во второй части я расскажу уже непосредственно про антифриз, который используется на Рено, какой сейчас и как можно сэкономить денег. Поэтому, ребята, обязательно смотрите до конца, потому что самое интересное, как всегда, будет в конце. Охлаждающая жидкость. Это жидкость, играющая роль теплоносителя в системе охлаждения двигателя. Сразу недалеко отходя от охлаждающей жидкости вопрос, является ли вода охлаждающей жидкостью. Действительно, вода является отлично охлаждающей жидкостью. К тому же у неё есть ряд плюсов. Это низкая цена, доступность, высокая теплоёмкость, даже по сравнению с антифризами. Но есть ряд очень существенных минусов. Самое главное, которое мы с вами знаем, это, конечно же, сильное увеличение объёма при кристаллизации, при замерзании. Очень низкая температура кипения, ну и ряд коррозионных, кавитационных и вспениваемых свойств, которые тоже не очень хороши для воды. Но, если, например, в тёплом климате и двигатель не сильно нагружен, то можно даже, я думаю, что многие используют дистиллированную воду в южных странах. Соответственно, антифриз – это вид охлаждающей жидкости, которая имеет низкую температуру кристаллизации. Перейдём к составу именно антифриза. По сути, взяли химики этиленгликоль и смешали его с водой. Но в чистом виде они имеют очень низкие параметры, необходимые для работы системы охлаждения. Поэтому понадобилось химикам разработать присадки, так называемые ингибиторы для вот этой смеси, чтобы получилась законченная химическая субстанция, которую можно было использовать в двигателях внутреннего сгорания. Соответственно, классификация антифризов правильно подразделять по способу производства и по видам присадок вот этих вот ингибиторов. Соответственно, первое поколение антифризов, неорганические антифризы, имели неорганические присадки. Это соли, силикаты, нитриты, бараты и так далее. Они имели ряд плюсов. Это низкая цена, соответственно, доступность. Некоторые даже сами могли изготовить вот этот неорганический антифриз. Кстати, тасол, всеми известный и всеми на слуху используемый, тасол – это неорганический антифриз. Потом дополнительный плюс – это простота изготовления, конечно же. Но из минусов – малый срок службы и ещё там есть. Это как бы основные. Особенность работы антифриза с неорганическими присадками заключается в том, что на системе охлаждения он образует защитный слой по всей площади системы охлаждения. Которые препятствуют очагам коррозии, появлению очагам коррозии. Но из-за этого мы видим на иллюстрации, что у нас хуже отвод тепла. Соответственно, неорганический антифриз, он имеет меньшую теплоёмкость по сравнению с антифризами следующего поколения. Следующее поколение антифризов, более современные, которые используются по сей день, это антифризы на основе органических присадок, то есть органическая технология. На основе, вместо обычных солей здесь используются в основе органические карбоновые кислоты, карбоксилаты. Этот антифриз имеет более высокий срок службы, около 5 лет или 90 тысяч километров. Они имеют лучшую теплоёмкость, более лучшие антикоррозионные свойства. Ну, также, понятное дело, это даёт сложность производства и более высокую цену. Кстати, всеми известный G12 антифриз, который у всех на слуху, это как раз-таки карбоксилатный антифриз. Органический антифриз работает следующим образом. Мы можем посмотреть на иллюстрации, что он, в отличие от неорганического, создаёт не по всей площади системы охлаждения защитный слой, вот эти присадки, которые у него уходят, а именно в местах появления очагов коррозии появляется локальный защитный слой. Это даёт преимущество в виде, ну, лучший отвод тепла, соответственно, лучшую теплоёмкость. И вот эти вот ингибиторы, они более долговечны, соответственно, увеличился срок службы этого антифриза. Следующее поколение антифризов – это гибридные антифризы. По сути, химики взяли все плюсы первых неорганических антифризов и объединились с органическими. То есть, у нас используются соли карбоновых кислот и неорганические соли. Это дало хороший эффект, более высокий срок службы. Здесь используются плюсы и той, и той технологии, но более высокая цена и сложность производства. Эти у всех, наверное, на слуху G12 Plus антифриз. Вот он относится к гибридным антифризам. Кстати, гибридные антифризы ещё используются на конвейере, вот на последних Ниссанах, корейцах, такой тёмно-зелёный. Там тоже используется гибридный антифриз. Следующее поколение антифризов – это лабридные антифризы. По сути, это те же гибридные антифризы, но там используют специальные вещества, в частности, вот кремний. Это повышает температуру кипения. Она в этих антифризах может доходить до 135 градусов. И колоссальный срок службы. Но, опять-таки, мне кажется, это больше маркетинговый ход, нежели действительно правда. Стоит также отметить, что существуют пропиленгликолевые антифризы. Это, по сути, те же антифризы, про которые я говорил выше. Но вместо иксленгликолевой основы в них используется менее ядовитый и более экологически чистый пропиленгликоль. То есть, у него плюс только высокая экологичность. Мы знаем, что в развитых странах очень важно в угоду даже экономии, именно чтобы была экологичность. То есть, он не безвреден. Человек им не отравится. Несколько слов хотел уделить классификации, которые используются сейчас повсеместно, по всему миру, во всех магазинах. Ну, в частности, в России. Это G11, G12, G12+, G12++, G13 и так далее. Вообще, как оно появилось? На самом деле, у Volkswagen, Audi и Skoda, Vag Group, у них в программе был свой оригинальный номер каждого антифриза. Соответственно, на старых Audi, когда был неорганический антифриз, то оригинальный номер выглядел там G011 и так далее. Вот я, к примеру, привел номер оригинального антифриза Duarego, G013A8GM1. Соответственно, маркетологи подумали, как его сократить, чтобы было выгоднее продавать, но удобнее. И пришли к выводу, что вот убрали окончание, убрали 0, получилось G13. По сути, так же со всеми вот этими вот антифризами ваговской группы. То есть, мы все с вами используем классификацию ваговских производителей, то есть, которые придумал концерн Volkswagen. Вот. А на самом деле, классификация антифризов, это, как я говорил выше, очень частый вопрос, если говорить про антифризы, про смешивание антифризов. Тут все довольно-таки просто. Если вы смешиваете антифризы одинакового типа, ну, неорганический с неорганическим, но разного производителя, то во всей литературе написано, что это нежелательно. То есть, это может снизить характеристики, вот эти ингибиторы могут, ну, неправильно работать, вот. Могут образовываться хлопья, какой-то осадочек, ну, как бы нежелательно. Если же вы смешиваете разные типы антифризов, ну, например, гибридный с неорганическим, то это может привести к очень сильным последствиям. Не надо путать, что гибридный, там, в нем и такая, и такая технология. Это сделано на производстве, уже внедрено. Если вы просто дольете в бачок другого типа антифриза, то могут быть очень серьезные последствия для системы охлаждения. Ну, вот в данном примере это у нас карбоксилатный антифриз РНО-Тайп-Д, и в него добавили органический, неорганический антифриз, ну, ТАСО в простонародье. Вот такой вот эффект мы получили. То есть это, представляете, во всей системе охлаждения, в радиаторе, отопителе вот это вот происходит. Все это надо в кратчайшие сроки промывать, отмывать все эти элементы и заливать нужный антифриз. Очень важный момент, друзья, что я неоднократно замечал, у нас во многих магазинах и сервисах классификация и характеристики антифриза сводятся только к цвету. Ну, такой пример, что человек заходит, ему говорят, мне он говорит, мне нужен антифриз, он говорит, а какого цвета? Поймите, вот я привел, это не все еще даже, характеристики антифриза. Посмотрите, цвет, это одна из, получается, одна из 11 характеристик, помимо его даже вида антифриза. То есть нельзя классифицировать антифриз ни в коем случае по цвету. Это очень важный момент. Следующий очень важный вопрос, что делать, если у меня немножко упал уровень антифриза, то есть по поводу доливки и замены. Если у вас на машине отсутствуют утечки антифриза и используется антифриз на ицелиногликолевой основе, и уровень упал незначительно, чуть ниже максимума, то допустимо долить дистиллированной воды, если вы не знаете, какой у вас антифриз. Причем, более того, это даже необходимо долить. Скорее всего, если нет утечек, то это испарилась именно вода. Долить дистиллированной воды будет вполне достаточно. Тем самым вы стабилизируете концентрацию антифриза, то есть у вас не уменьшится концентрация тилиногликоли, и вы выдержите необходимые параметры, заложенные в характеристиках этого антифриза. По поводу замены. Если вы меняете антифриз с одного вида на тот же, ну, например, у вас был тасол, и вы меняете просто так же на тасол, там прошло два года, то в этом случае необходимо промыть систему обязательно, то есть и залить новый антифриз. Если же вы меняете антифриз с одного вида на другой, например, с неорганического на органический, то очень важно, там есть определенные многоэтапные замены с использованием специальных промывок. Чтобы у нас, если вы используете неорганический антифриз, надо с системы охлаждения смыть вот эти вот соли. Соответственно, нужны специальные средства. По поводу вот этой правильной подробной замены мы обязательно снимем ролик в дальнейшем. Смотрите ролики на нашем канале. Но тут вот следует главное отметить, что очень важно при замене антифриза понять, с какого антифриза на какой вы переходите. И, исходя из этого, уже делать заключение, как это делать. Ну вот, друзья, теперь вы стали знать, что нет никакой классификации, на самом деле, там, G12, G13, Renault Type D. Есть мировая классификация, которая была выше. Итак, у нас с 2008 года на Renault используется антифриз. Вот он идёт в оригинальных упаковках Renault Type D. И, честно говоря, на сегодняшний день цена на него запредельная. То есть она очень большая. И как бы тяжело позволить себе такого уровня антифриз. И мы сейчас всё-таки склоняемся, что можно использовать другой антифриз, любой другой аналог. Ну, например, вот тот же самый FELIX. Этот карбоксилатный антифриз, он полностью соответствует тому, что идёт с завода. Кстати, на оригинальном антифризе, который продают дилеры, готовый, не концентрат, чётко написано, что его характеристики идут до 21 градуса ниже по Цельсию. То есть оригинальный антифриз, который продают дилеры, он до минус 21 градуса. Имейте в виду. А когда вы разводите один к одному и теленгликой, то это идёт до минус 35 градусов по Цельсию. 35-37. Поэтому можно смело использовать любой аналоговый антифриз, который вам не бьёт по кошельку. Главное, классификацию использовать не там ниже 12, ниже 13 и так далее, а что в его составе входят карбоксилатные присадки. То есть это очень важно. Это органический антифриз с карбоксилатными присадками. Ну и цвет более-менее подобрать, чтобы был похож на ваш, жёлтый. Всё. Поэтому не стоит переплачивать за упаковку, по сути. Все вот эти вот допуски, вот Renault Type-D допуск, на самом деле это больше маркетинговый ход. Как с классификацией антифриза по G12, G12+, и G13. Вот, это всё делают маркетологи, чтобы было легче продавать. Но согласитесь, лучше звучит, когда говорят, антифриз Renault Type-D. Человеку, который Renault не задумывается, какой ему использовать, конечно, и этот. Если вам этот ролик был полезный, обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал, все, кто не подписан. И напишите, какой антифриз до этого вы использовали. И знали ли вы хорошие аналоги вашего антифриза оригинального. Посмотрев этот ролик, вы теперь можете прийти в магазин и сказать не как по старинке, какой вам нужен антифриз. Там, G12 или красный. Вообще, самая главная ошибка – это классификация по цвету. А можете сказать, очень круто. Здравствуйте, а магазин запчастей здесь? Да, здравствуйте. Мне нужен на Renault Logan антифриз, органический, на этиленгликолевой основе с применением карбоксиладных присадок. А цвет какой?